СТРАНА И ЛЮДИ Сегодня мы поговорим о переезде в Германию по визе фрилансера. А немало кто знает, виза фрилансера относится к малоизвестным и непопулярным способам иммиграции, а зря. Потому что претендовать на нее может огромный список профессий, а получить не так уж и сложно. И сегодня в нашей программе вы узнаете, какие условия необходимо выполнить, чтобы получить визу фрилансера, какие документы собрать, люди каких профессий могут на нее претендовать, после переезда в Германию необходимо ли вам делать пенсионное отчисление, можете ли вы претендовать на социальное пособие, и что делать, если вы подали на визу фрилансера и получили отказ. А пока встречайте наших героев. Без этих писем, я думаю, нет смысла вообще подаваться в посольство, потому что 100% будет отказ. Если твой вуз присутствует в этой бане, то у них уже кредит доверия к тебе сразу. Бумс, подскакивает. И они такие, о, класс, диплом. Есть у человека диплом, человек образованный. А на второй страничке в качестве комментария мне подписали, что я являюсь наемным работником своего модельного агентства, что, по идее, полный абсурд. Не стоит скрывать доход. Если ты уже приехал и начал другую жизнь, то ты должен начать ее полностью с чистого листа и быть честным перед страной, которая тебя приняла. Многие вещи или многие отдельные условия, они будут оцениваться на усмотрение чиновника. Он должен видеть тогда не в изолированном виде, какое из условий выполнено или нет, а в совокупности. И начнем мы с профессий, по которым можно получить визу фрилансера. Вообще официальное название этой визы – виза для самостоятельного бизнеса и работы по свободным профессиям. И многие думают, что к этим свободным профессиям относятся художники, музыканты, писатели, фотографы. Но это далеко не так. Такую визу могут получить адвокаты, юристы, зубной техник, специалист по патентному праву, IT-специалист, журналист, видеограф. В общем, любой человек, который осуществляет творческую или интеллектуальную деятельность и может выставлять за это счета. Как, например, наша первая героиня Екатерина. В заявке она указала себя как создатель контента. Так обозначена ее профессия, и к этому может много что относиться. Катя приехала в Берлин буквально на днях, в этот четверг, и сейчас все нам расскажет. Чтобы подать документы в посольство, я для начала зашла на сайт посольства и увидела список. Но затем я нашла статью в интернете девушки, которая прошла такую же процедуру, и она от себя добавила, что нужно не только собрать документы по списку посольства, но нужно еще и дополнительные документы донести, дабы показать серьезность своего намерения. Естественно, это анкеты, естественно, это доказательства профпригодности. То есть у меня были дипломы о высшем образовании, потом у меня были рекомендации от моих заказчиков, в частности от Кисловодского эмоционального парка. То есть я доказывала тем самым, что действительно у меня есть и образование, журналистка, и опыт работы, как создатели контента. Далее требовались письма. Это, наверное, самое важное. Это письма от потенциальных заказчиков из Германии. Я изучала кинопроизводство в Медфильмску Берлине, и я получила ряд профессиональных контактов. И люди, когда узнали, что я собираюсь в Берлину, они очень обрадовались. И, конечно, они хотят со мной сотрудничать и написали мне эти письма о сотрудничестве. Вот без этих писем, я думаю, нет смысла вообще подаваться в посольство, потому что 100% будет отказ. Посольство от меня потребовало распечатку с моего банковского аккаунта о том, что у меня на счету есть 10 458 евро. Я не знаю, почему такая сумма, но это пришло письмо от посольства, и они потребовали наличие такой суммы. Благо, эта сумма у меня была, потому что я откладывала на переезд, то есть я к этому грамотно подошла. А так, я думаю, по вот этим письмам меньше трех тысяч евро в месяц это будет недостаточно. То есть нужно понимать, что посольство хочет видеть платежеспособных людей, а не тех, кто будет просить какие-то социальные льготы или социальные выплаты. Подготовка портфолио для создателей контента дело непростое, потому что сейчас в современном мире в основном весь контент – это онлайн-контент или какие-то видеоролики. Или, например, то, что я делала экспозиции музеев, у меня возникла сложность, как мне показать это все. Мне подсказали опытные люди, которые уже проходили через эту процедуру, что достаточно создать вордовский документ и по старинке сделать скриншот и вставить в этот вордовский документ и распечатать, потому что никакие ссылки на YouTube, ролики, на шоурил посольство не рассматривает и не принимает. Поэтому, да, я выбрала, пожалуй, самые интересные свои продукты, книги, которые я делаю, как автор, редактор фотографий этих книг, скриншоты с каких-то наиболее интересных видеороликов, фотографии экспозиционных залов музея, все это собрала в один документ, порядка пяти листов, и распечатала, и отвезла. Вот только так создатель контента может доказать, показать свое портфолио. Что касается бизнес-плана, как таковой именно подробно серьезный бизнес-план, мне потребуется написать уже по приезде в Берлин для того, чтобы подать в миграционный офис, а для посольства был достаточно eins kommen plan, если я правильно произношу, то есть нужно подробно расписать, какая есть сумма на счету и какие доходы в месяц откуда, от кого планируется получать. Резюме, естественно, мотивационное письмо, но это стандартные, в принципе, документы, то есть написать кто-то что-то, какой у тебя опыт работы, и, собственно, почему ты хочешь переехать. Это, в принципе, стандартные документы, да. Я написала, что у меня есть, во-первых, заказчики, у меня есть планы на развитие себя как личности в Германии, а также у меня есть план по развитию каких-то российско-немецких отношений, да, по созданию какого-то взаимного контента, что-то в таком духе, мне кажется, я написала. Значит, я сначала пришла в посольство в середине ноября, они проверили все мои документы и сказали, что у меня недостаточно писем от потенциальных заказчиков в Берлине, и дали мне срок месяц, чтобы их собрать. Где-то примерно месяц я еще собирала, потом все это отсканировала и отправила по имейлу в посольство, то есть лично присутствовать было необязательно. Отправила я где-то 11 декабря, и уже в середине февраля мне пришло письмо о том, что виза может быть мне выдана, и мне надо явиться в посольство до середины мая. При получении визы у меня возникла большая сложность. Я пришла в середине апреля в посольство, получила свою визу, очень сильно обрадовалась, и, видимо, от радости я не прочитала подробно, что там написано. И уже приехав домой, я открыла и стала подробно вчитываться во все вкладыши, и выяснилось, что мне посольство поставило неправильную профессию. Я запрашивала как создатель контента, а мне написали профессию веб-дизайнер. Я не веб-дизайнер, у меня нет ни образования, ни опыта работы в этой сфере, и, естественно, по этой профессии я работать не могу. Я очень сильно разнервничалась, распереживалась. На следующий день поехала в посольство, объяснила им ситуацию, что вот так и так вы ошиблись. В итоге прождала полдня, и мне аннулировали эту предыдущую визу, и поставили новую уже с правильной профессией. Я сразу-сразу все перечитала, проверила, и все. То есть мой совет, если вам внимательно читайте все, что у вас есть в визе, если что-то неправильно, сразу идите в посольство исправлять, потому что иначе потом будут большие проблемы с этим. Я знаю, что раньше национальную визу давали на 3 месяца, и был въезд однократный. Видимо, из-за пандемии мне дали визу на 6 месяцев и мультивъезд. То есть вот какие-то такие приятные бонусы, да. Только что вы услышали о письмах заказчика и письмах о рекомендациях, так какие же документы нужны, чтобы получить визу фрилансера? Они указаны на сайте посольства Германии в Украине или посольства Германии в России, в зависимости от того, из какой страны вы подаете документы. Вам нужно написать мотивационное письмо, в котором вы напишите, чем ваш переезд может быть полезен Германии, почему для экономики страны важна ваша профессия. Если вы старше 45 лет, то предъявить документы, подтверждающие обеспечение в старости, например, собственная недвижимость, право на получение пенсии в России. И письма от потенциальных заказчиков. Если вы заметили, они и правда не указаны в списке на сайте посольства, но все наши герои, как один, утверждают, что именно они важны и на них столь пристально смотрят на собеседование в посольстве. Об этом сразу после короткой рекламы расскажет наш следующий герой, архитектурный фотограф Денис. Пора осуществлять поставленные цели и занять свое место под солнцем. Мечтаете о недвижимости у моря в Испании? Вам в Алегрия! Алегрия – одно из ведущих агентств недвижимости и застройщиков в Испании. Многопрофильный центр, где вы получите более 70 услуг в сфере недвижимости, иммиграции, страхования, налогообложения, а также обучения в Испании. 8 офисов продаж в Аликанте, Теревьехо, Валенсия, Ориуэлла Коста. Более 2,5 тысяч предложений недвижимости по цене от 45 тысяч евро. 25 новостроек Алегрии возведены по эксклюзивным проектам на собственных земельных участках. Мы предлагаем недвижимость в Испании эконом, комфорт и бизнес-классы, а также объекты под инвестиции. Качество, эстетика и современные планировки. Полный комплекс услуг по приобретению недвижимости и иммиграции в Испанию в Алегрия. Переходите по ссылке в описании для детального ознакомления. Во-первых, у меня не было таких письм, когда мне сказали, что «Денис, приезжай, вот тебе работай море, приезжай». Я поехал скорее на такую, на веру. Ну, я, естественно, как-то подготовился, и письма у меня были скорее рекомендательные. Когда мне многие издатели, еще кто-то, с кем я уже здесь работал, написали, мы работали с Денисом над такими-то проектами в очень свободной форме, да. Нам так нравится, когда Денис будет здесь, приедет в Берлин, будет здесь жить, мы рассчитываем с ним дальше работать. Ну, то есть, как бы, никаких обещаний нет. И вот у меня было таких писем 10, и все. А конкретных, что «Вот Денис приедет и будем работать». Я с 15-го года работал с издательством, и у меня немного поднакопилось. Я собрал документы, не знаю, за два месяца. Больше же список – это ровно то, что выложено на сайте консульства Германии в России. То есть, там прям, что нужно, чтобы получить национальную визу? Список документов и какие-то расшифровки, комментарии вокруг этого. Единственное, что… Ну, вот я тоже думаю, что-то не то. Потому что есть такая русская привычка, что все, что написано на сайте официальных ведомств, скорее всего, если ты сделаешь ровно так, ты придешь, и значит, что ты не сделал какую-то существенную часть работы, и тебе придется возвращаться к ним, и еще тебе объясняется несколько раз, какой ты глупый. Имея вот этот опыт русской бюрократии, я, естественно, пошел, нашел консультанта, которого мне рекомендовали местные берлинские знакомые, у которых большой опыт по таким переездам, по миграции. Он мне сказал, ровно все те же самые документы, но единственное, что в документах не было как раз вот этих рекомендательных письм. Она мне добавила эти рекомендательные письма и еще сильно меня успокоила тем, что сказала, слушай, если у тебя есть образование высшее, то вообще вы не парься. То есть, если у тебя нет высшего образования, то у тебя будет много пунктов, что нужно сделать, там, подтвердить знание языка, что-то еще. Я уже точно не помню, но как бы все становится гораздо сложнее, и пакет документов растет. А если у тебя есть высшее образование профессиональное, то как бы все. Ты уже интересен Германией и все классно. И даже не нужно учить немецкий, то есть не нужно подтверждать, можно ехать без знания языка немецкого сюда. В Москве они мне достаточно быстро прислали информацию о том, что ваша виза готова приедьте, заберите ее, по-моему, за два месяца с половиной где-то так это было. Потом нужно приехать, дать им паспорта, они поставят туда визу, и они поставят туда дату, с которой виза действует. Ты можешь эту дату даже выбрать, кстати говоря, об этом не очевидно, потому что в консульстве не говорят, и я подумал, что раз тебе выдали, то она уже действует. На самом деле, ты можешь там прям с ними договориться, и они тебе даже дату, с которой ты хочешь активировать эту визу, выставят, то есть ты можешь там пару месяцев еще там запасы сделать, собрать какие-то вещи там, не знаю, в Москве перед переездом. Но с того момента, как кандидат у тебя это выставляет, у тебя есть три месяца, чтобы с этой национальной визы сделать то, что называется резиденц пермит, вид на жительство, видимо, по-русски, можно так сказать, разрешение на жительство. И вот это разрешение на жительство ты должен сделать в течение трех месяцев, и под это нужно, наверное, кроме тех документов, которые в Москве нужны были еще документы. Здесь нужно было получить прописку, то, что называется анмельдонг, что получается, в отличие от Москвы, супер просто. В Москве это какая-то хай томса, 12 лет в Москве, у меня не было ни разу прописки, потому что это какая-то криминальная история, нужно это, знаешь, или купить квартиру, или заплатить боссу мафии, или заплатить боссу полиции, чтобы все было регистрация. Я спросил консультанта, сколько мне показывать денег, чтобы они поняли, что я такой нормальный бюргер и не расшатаю немецкую берлинскую стабильность. Слушай, она сказала, что достаточно иметь, типа, запас 1000 евро в месяц, и тогда все окей. И она как бы говорит, ну это, как бы нигде ты эти цифры не найдешь, но вот, если у тебя есть запас, там, на несколько месяцев вперед, где-то по 1000 евро на месяц, то, вот, типа, говорит, это нормально. После переезда в Германию вам необходимо сделать медицинскую страховку, открыть банковский счет, зарегистрироваться по месту жительства, получить налоговый номер, и все эти документы в течение трех месяцев подать в ведомство по делам иностранцев. О своей истории переезда и проблемах, связанной с получением виза фрилансера, рассказывает наша следующая героиня, Лин Цой. Она приехала в Берлин по визе фрилансера как модель. В процессе работы в модельном бизнесе судьба завела меня в Берлин, потому что здесь тоже существует неделя моды, и здесь тоже активно развивается модельный бизнес. Ну, конечно же, развивался до логдауна, но тем не менее. Поэтому я приехала сюда, тоже заключила контракт с модельным агентством, и, соответственно, начала здесь работать. Прошла 28 недель моды. Все недели моды, которые существуют на планете, я их видела, и в них участвовала. Но у меня произошла очень странная история, связанная с этим, с иммиграционным департаментом, потому что, по идее, я собрала полный пакет документов для того, чтобы податься на визу фрилансера. Соответственно, это был бизнес-план, финансовый отчет, соответственно, все доказательства моей профессиональной деятельности. Но, когда мы подали эти документы в иммиграционный департамент, они, соответственно, все эти бумаги даже не посмотрели, они на них вообще не взглянули ни разу, и посмотрели только на то самое приглашение, которое я попросила от агентства, и, соответственно, дали мне за пять минут этот вид на жительство двухлетний, но с оговоркой, которая ограничивает меня очень сильно, в том плане, что виза состоит из двух страниц, и на первой странице, на основной странице все данные визы, то есть ее номер зарегистрированный, до какого числа она действительно, а на второй страничке в качестве комментария мне подписали, что я являюсь наемным работником своего модельного агентства, что, по идее, полный абсурд, но в законодательстве Германии есть статья какая-то, которую мне показали, показала сама глава этого иммиграционного департамента в ходе бурных дискуссий в ее кабинете, она нашла этот документ, в котором указано, что в Германии люди, которые работают в модельном бизнесе, то есть они, соответственно, должны быть устроены на работу официальным модельным агентством, что, в принципе, не является логичным, потому что модельное агентство выступает как подрядчик между заказчиком и моделью, и, соответственно, мы заключаем договор, на основании которого мы являемся равноправными сторонами, вот, то есть никто никого не нанимает и, ну, соответственно, я там плачу собственные налоги и, соответственно, как бы у нас нет никаких страховочных там условий, то есть, ну, ничего того, что обычно получает человек, который устраивается здесь на работу. Я подавала именно на визу фрилансера и загвоздка в том, что у меня виза фрилансера, но с оговоркой на то, что, то есть я по-прежнему зарегистрирована как самостоятельный, как самостоятельное физическое лицо в финансамте, то есть я самостоятельно отправляю налоговые декларации, самостоятельно плачу налоги, по идее, если ты трудоустроен, то для тебя это делает твой работодатель, вот, но я это делаю все самостоятельно, страховка у меня оформлена на мое имя, да, тоже, тоже самостоятельно, но при этом моя рабочая виза не дает мне возможность больше нигде трудоустроиться, потому что я являюсь как бы рабочим, наемным рабочим моего модельного агентства, ну вот, такой абсурд немножко, потому что, вот, я не знаю, это скорее как какое-то очень странное исключение, потому что эти вещи друг с другом не работают, я уже получала эту визу два раза, вот, и второй раз, когда я это делала, никакого подтверждения у меня вообще в принципе не просили, и даже письмо это уже больше не спрашивали, то есть, по идее, мне просто выдернули одну страничку и заклеили другую, то есть, ну, соответственно, я ничего не делала и ничего не подтверждала, то есть, никакие заработки и размер моей заработной платы мне подтверждать было не нужно. Проходила я очень долго собеседование в русском, в русском, вернее, в немецком посольстве в России, вот, у меня было достаточно долгое собеседование с одной фрау, которая оказалась послом, вот, соответственно, вот, и она очень долго меня спрашивала, почему же я все-таки, чем же так модель, модель, как я, нуждается, почему так Германия нуждается во мне, а я как бы ей сказала, что, ну, посмотрите на меня, азиатское лицо, такая экзотика, вот, вы такого, у вас такого нету, вам точно такое нужно? Такая виза имеет два этапа получения, то есть, первый этап тебе, ты идешь в немецкое посольство в России, и, соответственно, получаешь временную визу, которая дает тебе возможность быть в стране в течение трех месяцев, в течение этих трех месяцев ты должна переоформить эту визу на постоянную, соответственно, ты идешь уже в, ну, в департамент здесь, то есть, с этой временной визой, и, соответственно, с дополнительными бумагами. Работать фрилансером и выставлять счета вы сможете только по той профессии, которую указали в заявлении. Если вы хотите сменить род деятельности, вам придется покинуть Германию и въехать по новой визе, поэтому многие наши герои сразу указывают несколько профессий в анкете, как, например, наша следующая героиня, диджей и фотограф Элина. Мы были вынуждены обратиться к юристу для того, чтобы он помог нам составить документы, помог нам с списком необходимых документов, потому что на сайте посольства Германии в России, к сожалению, список документов неполный. И однажды, я помню, даже когда мы приехали, нас попросили донести документы затем. Я уже, честно говоря, не помню, какие. И плюс существуют некоторые тонкости. Допустим, если в России человек работал учителем и хочет приехать в Германию и, допустим, работать учителем, скажем, физики, на дому преподавать, он не может написать в анкете, что он лерер, потому что учитель в Германии это очень строго регулируемая профессия, ты должен обязательно получить дополнительное образование, сдать какие-то, если я не ошибаюсь, экзамены дополнительные на профпригодность, и только тогда ты сможешь уже преподавать. И я думаю, что еще необходимо знание немецкого. Немецкий у нас был на уровне А1, наверное, то бишь в посольстве, когда спросили, знаем ли мы немецкий, мы смогли немножко поговорить, буквально несколько слов сказать, но у нас все опиралось на знание английского, на имеющийся сертификат и на умение разговаривать на английском языке. я хотела преподавать музыку, но я понимала, что, возможно, это тоже очень сильно регламентируется, как и школьные предметы, поэтому я решила, что стоит, наверное, просто поехать в качестве музыканта, в качестве музыканта, который предположительно будет гастролировать, и я также выбрала вторую профессию. Я выбрала профессию фотографа, потому что достаточно долгое время занималась фотографией, и была уверена, что я, наверное, смогу здесь найти место для себя в качестве фотографа. Насчет поиска клиентов и заказов, когда я только переехала в Германию, это был очень сложный момент, он и сейчас достаточно сложный, но тогда, конечно, это было очень тяжело в том плане, что ты переезжаешь в место, в котором ты абсолютно никого не знаешь. Если знаешь пара человек, то это уже супер, это уже удача большая. Многих людей, которые здесь зарабатывают диджейнгом, в том числе занимаются им, у многих из них есть какая-то вторая работа, которая более стабильно поддерживает их доход. Но также, в принципе, можно применять свои навыки диджея-музыканта, обучая людей, либо заниматься просто какой-то смежной деятельностью, например, брать треки на сведении и мастеринг, или арендовать свою студию каким-то другим людям, арендовать свое оборудование. То есть, в принципе, ты можешь выкрутиться, главное, чтобы это было легально в рамках твоей визы, в рамках твоей профессии, потому что все-таки я уверена в том, что не стоит скрывать доход. Если ты уже приехал и начал другую жизнь, то ты должен начать ее полностью с чистого листа и быть честным перед страной, которая тебя приняла. Я из тех везучих людей, которым выдают неправильную визу в посольстве. Оказалось, то, что мне выдали визу, где было написано, что я могу работать только на одну компанию, на компанию, которая за меня поручилась в посольстве. И проблема этой ошибки в том, что первые три месяца, на которые мне выдали эту визу до похода в ведомство по делам иностранцев, я вообще не могла работать легально, потому что мне было разрешено работать только на одну компанию, а если ты работаешь на одну компанию, то это может грозить тебе ложной самозанятостью и полной потерей дохода. Поэтому я, конечно, пыталась в посольстве каким-то образом повлиять и сказать, что вы выдали мне визу с ошибкой, не могли бы вы, пожалуйста, мне исправить, но они сказали то, что нет, мы не можем ничего исправить, вам выдали такую визу, поэтому с такой визой вы и полетите. И когда я пришла в ведомство по делам иностранцев, они сказали, что хорошо, что я пришла достаточно рано. Если я не ошибаюсь, в банковской выписке при подаче документов у меня было что-то около, наверное, 4 тысяч евро, что-то такое. Ну, на тот момент, наверное, этого было достаточно, потому что все-таки цены были ниже, жилье можно было снять дешевле. Сейчас я, честно говоря, сомневаюсь. Если именно реалистично смотреть, наверное, сейчас этого не хватит. Для получения виза-фрилансера не обязательно подтверждать знания немецкого языка, достаточно принести сертификаты о знании английского. Сумма, которая должна лежать на банковском счете, тоже у всех разная. Наверное, вы заметили, что наши герои называют разные цифры от 4 до 10 тысяч евро. Так сколько денег нужно иметь на счете? Обязательно ли делать отчисление в пенсионный фонд? И можно ли претендовать на социальное пособие, если ты лишишься заказчиков? Обо всем об этом мы поговорим прямо сейчас с адвокатом Йоханнесом Энгельманом. Йоханнес, здравствуйте! Здравствуйте! Ну, для начала хочется понять, кого же немецкие власти вообще считают фрилансерами? Кто по этой визе может переехать и для кого есть такая возможность? Действительно, это понятие, оно происходит из английского и в Германии не так сильно распространено, как в англоязычных странах или в России, но под этим понятием немецкие власти понимают в первую очередь сюда входит и группа свободных профессий, ну а также новые специализации из IT-области, из области рекламы, журналистики, средств массовой информации, ну а и кроме этого все группы свободных профессий это журналисты, это адвокаты, инженеры, инженеры, врачи, патентовые адвокаты, зуботехники, то есть архитекторы, вот все эти группы, они подпадают под это понятие. То есть все, кто может работать, найти сам себе клиентов, выставить счет и вообще работать, видимо, в таком формате? Художники, артисты, акробаты, то есть все те, кто может заниматься свободной профессией или, скажем, предпринимательской деятельностью. Например, вы сказали, что могут и представители IT-индустрии, и инженеры, и стоматологи приехать, но они же также могут, в принципе, въехать и по голубой карте. Вот что для них вообще выгоднее и интереснее? Действительно, эти же лица могут оформиться, найти работодателя, оформить трудовой договор. С одной стороны, для них это лучше, так как они несут риск предпринимательской деятельности, им не нужно будет задумываться, получат они соответствующее количество поручений и наберут ли они потом впоследствии этот оборот, который необходим для доказательства финансовой независимости. Но в то же время, если они оформляют голубую карту и трудоустраиваются, им нужно доказать для миграционного чиновника, что они будут иметь соответствующую заработную плату, которая в этом регионе предусмотрена для таких специальностей. им нужно учесть, что их диплом должен быть признан по функции выполняемых обязательств, они будут именно в соответствии с их квалификациями выполнять эти рабочие обязанности и, естественно, их заработная плата не должна быть занижена. Тогда они могут только рассчитывать на получение соответствующей визы с целью последствия выдачи вида на жительство. Если договор будет соответствовать вашей квалификации, будет заработная плата учтена, которая присуща в этом регионе для этих специалистов, тогда, конечно же, я бы рекомендовал оформляться по голубой карте. Если у вас нет работодателя или заработная плата не соответствует, тогда остается путь через предпринимательскую деятельность оформлять эту визу. Я хотел бы сделать небольшое отступление. Дело в том, чтобы не вводить наших зрителей в заблуждение. Дело в том, что это норма закона, которая регулирует вопрос миграции фрилансеров. Это параграф 21, часть 5. В юридическом понимании это право чиновников выдать вид на жительство. То есть у юристов она выражается как «confort shift». Он не обязан, он может. И поэтому многие вещи или многие отдельные условия, они будут оцениваться на усмотрение чиновника. Он должен видеть тогда не в изолированном виде, какое из условий выполнено или нет, а в совокупности. Например, если ему понравится ваша бизнес. «Стартфолио». Что? «Стартфолио». Ну, «Режиме». «Режиме». Что он уверяет? У вас есть пакет большой в отношении договоров партнерских, что у вас большая клиентская база, у вас есть отличный бизнес-план по поводу как вы представляете вашу дальнейшую предпринимательскую деятельность, свободную или свободную деятельность. И поэтому он может закрыть глаза, что у вас всего лишь 15 тысяч или 10 тысяч наличных средств и может уже, скажем, не обращать внимания, каким образом хватит вам эти деньги на полгода или на один год. Или же вместо наличия денежных средств, что будет гарантированное письмо от людей, которые проживают в Германии, или же обязательства третьих лиц, которые гарантируют оплату вашего существования на первое время или на первый год. Юхана, скажите, а вот если, например, пришел отказ? Вы сказали, что много от чиновников зависит. Вот он отказал. Есть ли возможность оспорить или тогда податься в другую землю, в другой город? Что тогда вообще делать? Сама процедура происходит следующим образом, что заявитель, как правило, должен подать заявление на получение вида нажительства по трудовой миграции в стране своего происхождения. То есть, если это россиянин, то в немецком представительстве эти документы потом уйдут на согласование с местным миграционным органом той земли или того города, куда он хотел бы выехать. И поэтому отказ он будет также получать, как правило, в посольстве, хотя материальные предпосылки проверяют миграционные власти по месту его будущего местожительства. И поэтому, получив отказ, он имеет право подать так называемую ремонстрацион. В этом случае уже посольство немецкое будет, как вышестоящий орган, рассматривать это ходатайство. Смысл имеет здесь подать такое возражение, но для того, чтобы определить, насколько чиновник прав или не прав, конечно же, желательно бы получить рекомендации специалиста. Так как в этом случае только можно быть уверенным в том, какие вообще условия должны быть выполнены, в чем истинная причина отказа и какими доказательствами или документами возможно еще исправить это положение. Насколько вообще это имеет смысл, подача ремонстрации или же искового заявления, или же выгоднее было бы подать заново заявление спустя некоторое время. А заново уже тогда скорее всего в другую, например, федеральную землю, в другой город, да? Нет, вы опять же будете подавать заявление в посольство. Нет, я понимаю, что в посольстве, например, человек хотел жить в Берлине, но потом, может быть, ему Берлин условно говоря отказал, он подает в Дюссельдорг тогда или нет? Теоретически, да, зависит от того, все-таки какие цели он преследует, по какой профессии он идет, насколько в том или ином регионе эта профессия более востребована, чем там, где вы получили отказ. Хорошо, допустим, рассмотрим профессию фотограф. Вот переезжает фотограф, он предоставил портфолио, примерное, некий бизнес-план, сколько он может зарабатывать, возможно, у него уже есть клиенты, даже много. Приезжая в Германию, что теперь он должен сделать? Например, обязательно платить пенсионное отчисление. Есть какие-то шаги, которые обязательно он должен сделать, чтобы ему впоследствии продлили вид на жительство и у него не возникла проблема? Есть теория, есть практика. Действительно, он как лицо свободной профессии, не обязан платить определенное отчисление. Но в то же время, вы правильно заметили, это играет роль при продлении вида на жительство. Если я говорю о практике, то, как правило, лица, которые получают вид на жительство по этой системе, как фрилансеры, они прекращают делать отчисления, пытаются сэкономить на своих расходах, будь то медицинская страховка, будь то отчисление пенсионный фонд. Но, когда подходит время для продления вида на жительство, они, скажем, те лица, которые к нам обращаются, мы им говорим, при каких условиях это будет продлено. И поэтому им приходится опять возобновлять, восстанавливать эти членские взносы. Мы должны учитывать также большое значение имеет возраст, особенно если уже возраст 45 лет и выше, тогда для продления вида на жительство или получения бессрочного вида на жительство нам необходимо доказать материальную обеспеченность на старости. Означает, что чиновник будет проверять, какое накопление на пенсию уже сделано, насколько это будет соответствовать потом прожиточному минимуму. То есть для продления нам необходимо обязательно медицинское страхование и отчисление в пенсионный фонд. А вот какие, сколько месяцев, например, для Нидерласа в Сарлаунис, по-моему, 60 месяцев в пенсионный фонд надо отчислять. А человеку фрилансеру тоже столько? Или это вообще у него... Смотрите, фрилансер, он, скажем, у нас же он относится к 21 параграфу. По 21 параграфу здесь у нас идут как лица, которые хотели бы организовать бизнес-эмиграцию, создать юрлицо, ГМБХ, к примеру. Им они могут уже подавать на бессрочный вид на жительство через три года. Им не нужно, скажем, доказывать, какие отчисления они делали, так как условия для продления и получения бессрочного вид на жительство иные. Но фрилансеры, к сожалению, они подпадают под общие предпосылки для продления вида на жительство или же получения бессрочного. И поэтому им действительно нужно будет доказать отчисление в пенсионный фонд, если они впоследствии хотят получить бессрочный вид на жительство. Так, подождите, сейчас хочу уточнить. Так, эти люди подпадают, под вот эти, входят в эти три года, через три года они могут получить бессрочный вид на жительство или все-таки нет как обычные пять лет, по-моему. Фрилансеры через пять лет, те, кто идут как руководители ГМБХ, они могут через три года. Хотя у них одинаковый параграф, я правильно понимаю? Хотя один параграф, но, скажем, абзацы разные и там, опять же, делаются ссылки, какие условия должны быть выполнены или же делаются исключения от правила. Тогда вот за эти пять лет, например, что фрилансер должен сделать, сколько накопить. Допустим, он молодой, может быть, и меньше 45. Первый год должен будет доказать, что он делал отчисления в тот же пенсионный фонд, ведь чиновник должен убедиться, что в случае, если он выдаст бессрочный вид на жительство, это лицо становится независимым от миграционных властей. То есть он буквально через какое-то время может уже получать социальную помощь и больше не работать. Поэтому для того, чтобы уже окончательно принять решение о бессрочном виде на жительстве в отношении таких категорий лиц, чиновник проверяет, насколько есть материальная обеспеченность на сегодняшний день, насколько она стабильна и насколько данное лицо обеспечил себя в старости. Он должен убедиться, что при уходе на пенсию у данного человека будет она составлять не менее 1330 с чем-то евро в месяц, рассчитанное на 12 месяцев, как правило. Но это довольно немало. Это нужно прилично зарабатывать, что такую пенсию накопить, разве нет? Скажем, совершенно верно. Но опять же, если мы обращаемся, как стоит в теории, как стоит на практике, в первую очередь смотрят, если у вас есть 5 лет отчислений и, скажем, есть частная страховка или есть отдельные другие накопления, то тогда чиновник, как правило, уже выдает бессрочный вид на жительство. То есть 5 лет он должен пенсионный фонд, если я правильно понимаю, отчислять, то есть желательно приехать и сразу начать. Это делать с того момента, как ты начнешь реально работать и первые счета выставлять. Да, совершенно верно. то есть видите, здесь же надо учитывать нам возраст, опять же, кандидата. Чем моложе, тем тогда чиновник меньше обращает внимание. Больше всего он проверяет эту предпосылку пенсионного обеспечения или уже исключительно проверяет эту предпосылку тем лицам, которым исполнил 45 лет. Хорошо, а до какого возраста вообще можно тогда подавать? Вот, например, если это художник и муж 65 лет, он может подать почти предпенсионный возраст или, возможно, даже 68 уже пенсионный он может подать на визу фрилансера или это вообще невозможно? Вы имеете в виду первый раз заявление на получение этого вида на жительство? Да, нет, вообще вот въехать из России в Германию по такой визе, ну да, например, художник, он долго работал. Законом не ограничен возраст, единственное будет учитываться насколько действительно у данного кандидата истинные цели. Ведь если человеку, как вы упомянули, 68 лет, здесь уже пенсионный возраст, трудно убедить чиновника, что он скрывает на самом деле именно цель у него работы фрилансером или же он просто под этим предлогом хочет закрепить свой статус. Поэтому законом ограничения не установлены, но пенсионный возраст уже, скажем, вызовет большие сомнения. Чем больше возраст, тем больше вопросов будет у чиновников. Делается расчет, исходя из прожиточного минимума для мужчин и женщин здесь в Германии и, как правило, от 67 лет вы должны доказать, что у вас гарантированная пенсия на 12 лет. Но я, возможно, неправильно выразился. Эта предпосылка обеспечения на старости она применяется к людям которым по возрасту более 45 лет. А тем, которые меньше, там просто только пятилетний срок отчислений в эти социальные кассы. Хорошо, такой вопрос. Если вот человек приехал по виде фрилансера, прожил какое-то качество лет, не знал, вот, возможно, наши телезрители сейчас смотрят, не платил эти отчисления, ему нужно как можно скорее бежать платить, чтобы побыстрее получить зарочный зарпорт. Например, показать, что у него есть недвижимость, что у него есть накопление. Если мы рассчитаем эти 1300 в месяц на 12 лет, мы выйдем на сумму накопления 190 тысяч. Но опять же, подчеркиваю, это больше касается лиц, которым уже перевалило за 45. еще они молодые, то только нужно будет оказать пятилетний срок отчисления. Хорошо, а что касается семей, вот, переезжает диджей, у него есть жена, дети, соответственно, у них у семьи те же права, что у него жена может работать, им всем выдают тоже через какой-то период бессрочный венши или нет? Члены семьи могут одновременно подавать заявление. Единственное, что основной заявитель, в данном случае диджей, он должен доказать, что у него есть на первое время материальная обеспеченность как на супругу, так и на ребенка. Опять же, хотел бы подчеркнуть, если это идет супруга как супруга фрилайнсера, то, как правило, с нее не будет требовать знаний немецкого языка уровня А1, то есть она идет без того, что должна доказать эту предпосылку. Дети идут автоматически и, как правило, супруга получает неограниченный доступ на рынок труда в Германии, то есть как по найму, так и как может осуществлять предпринимательскую деятельность. Единственное, что ее вид на жительство будет полностью зависеть от основного заявителя. Что это значит? Это означает, что если утратит возможность пребывать в дальнейшем супруг, основной заявитель, то, несмотря на то, что она впоследствии будет здесь трудоустроена работать, ей не продлят этот вид на жительство без выезда. Без выезда, то есть она должна выехать и как-то заново туда? Скажем, фрилансер не получит продление вида на жительство. Супруга за это время трудоустроилась, имеет хороший доход, но если ее супруг не получит продление, она должна будет вместе с ним выехать и подать заявление на получение вида на жительство самостоятельно уже. Но она, соответственно, может работать, или супруг, если въезжает, то могут работать без ограничений, тоже быть фрилансерами и осуществлять трудоустраиваться или осуществлять предпринимательскую деятельность, у нее, как правило, не будет стоять ограничение, чем она может здесь заниматься. У основного заявителя у него будет стоять уже как ограничение, какое вида деятельности он может здесь заниматься, пока у него будет этот временный вид на жительство. Вот как раз, кстати, наши герои рассказывали, что когда подаешь заявление на фрилансер, то можно указать несколько видов деятельности, на всякий случай, смежных каких-то бывает, например, фотограф, и стилист, допустим, то есть несколько. Что будет, если через несколько лет после переезда по этой визе человек работал, у него были контракты, а потом он решил сменить деятельность, например, стать, не знаю, журналистом. Ну, то есть сменить. И это не было указано в заявлении основном. Это вообще возможно? Во-первых, я не полностью соглашусь, если чем больше будет указано различных профессий, что это поможет, или наоборот дает возможность чиновнику, как правило, удовлетворить это заявление, наоборот, это вводит заложение чиновника. То есть немцы, они все-таки ориентируются на то, что если человек занимается профессией, то он тогда серьезно ей будет заниматься, он не может хвататься за всякого рода профессии. Если это родственное, схожее, тогда это будет помогать, так как мы расширяем формат нашей профессиональной деятельности. Но если вы работаете художником, потом хотите стать журналистом, нам, во-первых, надо будет доказать, что у человека было изначально два образования, и он каким-то образом их использовал в профессиональной деятельности. Скажем, смотрите, у чиновника не должно возникнуть сомнения в цели вашего пребывания, поэтому здесь следует не перестараться. Не переусердствовать. Потому что, скажем, одно дело, если я говорю, эти профессии каким-то образом будут дополнять друг друга, другое, если они полностью, скажем, противоречат или вообще из разных областей, тогда чиновника могут возникнуть подозрения, что вы и не там профессионал, и не там профессионал скрываете истинные цели вашего будущего пребывания, и на этом основании он может тогда вынести отказ. И такой еще вопрос. Вы сказали, что работать по найму невозможно. Это понятно, ты въезжаешь как фрилансер, это одно из обязательных условий, но к фрилансерам могут представители IT, например, индустрии въезжать. Что происходит, если ты работал, у тебя были клиенты на несколько разных фирм, и потом вдруг ты узнаешь, что есть хорошие контракты, и тебя согласны брать, тогда по идее ты должен возвращаться, например, в Россию или в Украину и получать оттуда голубую карту, потому что тогда нужен контракт, или это можно как-то сделать на месте? Законодательно, по идее, чиновник должен был бы проверить цель пребывания, если она прекратилась, и в дальнейшем человек хотел бы указать другую цель своего пребывания, он должен тогда, одной из предпосылок считается, что заявитель должен подавать заявление в стране своего пребывания. Но очень часто в практике от этого правила делается отступление как чиновниками, так и если клиенты к нам обращаются, мы стараемся убедить тогда соответствующее ведомство, что условия для смены цели пребывания они выполнены, и пытаемся тогда доказать случай исключения, чтобы не требовали выезда в страну пребывания, что по идее это чисто формальность, пытаемся убедить тогда чиновника, чтобы он не обращал внимания на выполнение этого условия. Или по крайней мере договариваемся на предварительное согласие, что мы готовы выехать, пройти процедуру получения национальной визы, но чтобы посольство уже видело, что местный орган власти, ведомство по делам иностранцев, материальные предпосылки проверила, дало свое добро, свое согласие, и тогда он чисто выезжает, получает визу, въезжает назад и сможет дальше здесь находиться. Если брать статистически, то действительно за последний год-полтора граждан Украины, Молдовы, Белоруссии, которые трудоустраиваются намного больше, чем граждан из России. Хотя условия одинаковые, хочу подчеркнуть. Но они могут ездить на разведку, клиентов себе частично набирать, видимо, может быть, этот шаг сделать проще, чем сразу из России. Хотя ведь есть и лиза для поиска работы, также которая выдается для всех граждан, которые сумеют доказать наличие знания языка, финансовая обеспеченность на эти полгода, и соответствующие квалификации диплом является основанием получения такой визы. Юханна, скажите, пожалуйста, а если, например, фрилансер вот полтора года, у него были клиенты, он платил налоги, отчисления в пенсионный фонд, и потом происходит такой период, клиентов нет, ну что-то случилось с рынком труда условно, или вот был коронавирус, пандемия, имеет ли он право на получение социальной помощи, то, что именуется в народе хардсфир, вот на социальное пособие? Как правило, нет, дело в том, что когда он будет получать этот вид нажития, будет указано, что этот вид нажития прекращает свое действие с момента получения социальной помощи, поэтому от этого правила, как я уже сказал, всегда есть исключение, но с момента, как он потеряет свой доход и не сможет восстановить его каким-то образом, обратиться за социальной помощью, чиновник в случае, как только ему станет об этом известно, или если он будет ее получать при продлении этого вида нажительства, он ему откажет в этом продлении. Что касается Зо Фордхильфы, которая была для фриланса? Смотрите, конечно же, это другие опять бюджетные организации и другие, так сказать, виды помощи, поэтому не каждая государственная помощь подпадает под социальную, где чиновник имеет право отказать, поэтому такого рода цушусы или, скажем, помощи, финансовые вливания, они не обязательно могут быть тогда рассмотрены и квалифицированы как социальной помощи, и на этом основании тогда чиновник будет отказывать. Нет, то, что касается во время пандемии, где федеральные бюджеты и местные стали оказывать определенным группам помощь, как я уже сказал, такой вид помощи не обязательно мог привести к отказу потом. А на гражданство в такой виде также могут по стандартной процедуре подаваться? На гражданство там действует тогда в отношении фрилансеров общие правила в самом быстром случае спустя 6 лет после наличия вида на жительство при том, что он имеет уровень знаний B2, имеет финансовую обеспеченность, отчисления, то есть он тогда может уже подавать на гражданство. Хорошо, спасибо вам тогда огромное за интервью, было очень интересно и надеюсь нашим телезапитам полезно. Большим удовольствием буду рад, если это кому-то поможет. А мне остается только добавить, что несмотря на то, что получить визу фрилансера во многом даже проще, чем переехать по программе поздних переселенцев или получить голубую карту, подают на нее очень редко. В 2018 году немецкими представительствами в России было выдано всего 54 такие визы. 13 человек получили отказ. Для сравнения всего в тот год было выдано 14 тысяч национальных виз и виза фрилансера не занимает и полпроцента от общего числа. На этом программа «Астранная людям» подошла к концу. Я, Мария Волкова, прощаюсь с вами. До следующей недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова